Сегодняшняя история Сейчас даже сложно представить себе, что буквально несколько столетий назад на землях этих популярных сегодня туристических мест шли ожесточенные сражения между двумя ханствами с целью завладеть новыми кочевьями и пастбищами и укрепить свое политическое и экономическое господство. Сегодня о тех событиях расскажут лишь учебники истории да музейные экспонаты, относящиеся к эпохе становления казахского ханства, которым с недавнего времени добавилась еще одна археологическая находка – древний буддийский монастырь Аблайкит, построенный в этих местах крупным айратским тайши Аблаем. Познакомиться с древним памятником истории и архитектуры я мечтал давно. В бортовой навигатор уже пару лет как были внесены точки подъезда к Аблайкиту, но помимо постоянного дефицита времени осложнялась дорога в обитель Тайши Аблая с одной стороны обширной долиной вдоль и поперек испещренной ручьями и речками, с другой – высокими каменными стенами горного массива Коктау, надежно охранявшего владение джунгарского правителя. Лишь не так давно завсегдатые комплекса Сибинских озер подсказали альтернативный маршрут, едва приметный на снимках из космоса. Буквально протиснувшись между нагромождением огромных каменных плит и плотной стеной деревьев и кустарников, оказываешься у подножия гор. Напротив – ручей, который, разливаясь весной, будто бы защищает подступы к Коктау. Не спешно двигаюсь вперед, вглядываясь во все четче вырисовывающиеся очертания развалин монастыря. По пути останавливаюсь возле небольшой каменной кладки, о происхождении и назначении которой остается лишь только догадываться. Вскоре я добрался до самого Аблайкита, точнее, до того, что от него осталось. Первые мысли, которые возникли у меня в голове – это отсутствие хотя бы каких-то ограждений и информационных табличек, предупреждающих о том, что ты на территории памятника истории и культуры республиканского значения, находящегося под охраной государства. Уверен, далеко не каждый перед поездкой сюда будет интересоваться статусом этих красиво и аккуратно выложенных стопок камней. Современные раскопки древнего буддийского монастыря начались несколько лет назад после включения памятника в проект Акимата Восточно-Казахстанской области по развитию научно-исследовательских работ в сфере археологии. По описанию археологов, Аблайкит представляет собой группу построек у юго-восточного склона Невысокой горы. Основным объектом является слегка оплывшая прямоугольная земляная платформа, на которой располагался храм, к северо-востоку от которого располагался жилой комплекс, а к западу – небольшое хозяйственное помещение. Вся территория монастыря была ограждена каменной стеной, достигавшей 3-5 метров в высоту, проведенной в северной и западной частях по скалам, служившим дополнительной преградой. Возникший на территории современного Восточного Казахстана в период Айратской экспансии, Аблайкит просуществовал недолго, без малого 20 лет. В последующем, в результате внутренней нестабильности джунгарского ханства и междоусобной борьбы, строитель монастыря Тайши Аблай лишился своих обширных владений на левобережье Иртыша, включая большую часть Калбинского хребта, а джунгарский храм-монастырь был захвачен и разграблен. Помимо интересной истории, места эти овеяны древними легендами и преданиями. По одной из легенд, на вершине горы, куда ведет едва заметная тропа, есть небольшое озерцо, в котором монахи, покинувшие монастырь вслед за Аблаем Тайши, якобы спрятали все монастырские сокровища, в том числе золотую статую Будды. По сей день легенда это не дает покоя охотникам за сокровищами, которые всякий раз предпринимают безуспешные попытки, чтобы отыскать спрятанные монахами богатства. Еще ходят слухи о некой пещере Бау-Ку-Ус, будто бы доверху набитой несметными богатствами. Поговаривают, что местный краевед отыскал эту пещеру и даже нашел в ней золотой предмет, но когда взял его в руки, в ту же секунду услышал снаружи топот сотен копыт лошадей, лязг металла и непонятную речь. Испугавшись и бросив золотую находку, бросился он прочь из пещеры, а вокруг никого. Тишина. Если предание о таинственной пещере, несметных сокровищах и спрятанной на дне загадочного озера золотой статуи Будды скорее вымысел, чем реальность, то само озеро существует на самом деле, о чем я узнал буквально за несколько дней до поездки. Выходит, что озер в этих местах не пять, а шесть, а быть может и еще больше. Места эти не перестают удивлять. Оставляю машину возле марсохода. Так туристы окрестили это причудливой формы нагромождения валунов, чем-то напоминающий исследовательский планетоход для изучения Красной планеты. Сверяясь с навигатором, держу направление прямиком вверх, хотя, как выяснилось позднее, неподалеку оказалась та самая едва заметная тропа. Вскоре из-за небольшого пригорка выглянули макушки золотистых колосьев, свидетельствующий о том, что вскоре покажется и сам водоем. Это небольшое горное озеро, среди путешественников также известное, как озеро Аблайкит, сразу поражает воображение. В буквальном смысле, втиснутое между двух отвесных скал, оно будто пытается что-то скрыть от посторонних глаз. А если оглядеться вокруг и всмотреться в силуэты каменных изваяний, то может показаться, что отовсюду на тебя смотрят сотни глаз гранитных стражей, охраняющих нечто ценное и древнее. Быть может, это и есть то самое озеро, в котором монахи, покидавшие монастырь, спрятали его сокровища. А может, нам просто хочется верить в легенды и предания, которые по сей день не дают покоя искателям сокровищ и старины. Так или иначе, но сегодняшнюю находку можно смело отнести к системе Сибинских озер, пополнив свою копилку путешественника новым загадочным водоемом. Взберемся на самый верх горы, ступая по головам гранитных стражей. Отсюда открываются шикарные виды на урочище и горный хребет Коктау. По сути, это удачно наблюдательный пункт, с которого видны все подступы к монастырю. На вершине горы даже сохранились небольшие укрепления в виде каменных кладок. Волей-неволей в голове возникает вопрос, кто и когда сложил эти каменные стены. Да и с происхождением самого монастыря остается больше вопросов, чем ответов. Скептики теории происхождения Блайкита считают, что большой государственный археологический проект по раскопкам укрепленной крепости монастыря – это не что иное, как очередной проект по выкачиванию бюджетных средств. Якобы все эти укрепления, как собственно и сам буддийский храм, придумали и создали уже в современные годы, чтобы выделить финансирование на проведение раскопок и последующую археологическую экспертизу, которые длились около трех лет. И уж тем более свою теорию подкрепляют они планами власти сделать Блайкит популярным туристическим местом комплекса Сибинские озера, своеобразной египетской пирамидой восточного Казахстана. Сторонники другой теории уверены в том, что Джунгарский храм существовал здесь на самом деле, и древние развалины – это не что иное, как его остатки, хорошо сохранившиеся до наших дней. Какая из этих двух теорий правда, а какая вымысел, так и останется вопросом, ответ на который – дело субъективное и добровольное. Лично мне хочется верить в реальное, а не выдуманное существование буддийского храма-монастыря. Вот только никак не укладывается в голове, почему этот памятник истории и культуры республиканского значения, якобы находящийся под охраной государства, оставлен на дальнейшее запустение и разрушение. И что в таком случае следует понимать под словом «охрана». Ведь за последнее время, судя по отчетам археологов, территория самого храма сильно пострадала от грабительских траншей и ям, а коллекционеры старинных предметов и кладоискатели время от времени наведываются сюда в надежде отыскать что-нибудь ценное. Мои сомнения так и остались бы без ответа, если бы не одно странное обстоятельство. Уже покидая эти места, я неспешно двигался по своим следам вдоль длинной крепостной стены, когда внезапно прямо на ходу машина заглохла. Произошло это прямо напротив священных ворот или «бокдоинхалга», расположенных в юго-восточной части стены. Попытки запустить двигатель ни к чему не приводили. Открыв капот и проверив возможные причины, я также ничего не обнаружил. На удачу пробую запустить мотор вновь. Поворачиваю ключ в замке зажигания и все заработало. Одним словом, мистика. Сегодняшняя история, своими корнями уходящая аж в середину XVII века, для меня приоткрыла потаенную дверцу в совершенно иной мир, о существовании которого расскажут лишь учебники истории да музейные экспонаты. Верить или нет в происхождение и существование древнего буддийского монастыря Аблайкид – дело субъективное и добровольное, но все же все мы устроены таким образом, что нам всегда во все времена во что-то хочется верить. Будь то легенды и предания 400-летней давности, или же обещания властей о воссоздании уникального памятника истории и культуры, который, однако, после завершения археологических раскопок, так и остался стоять под открытым небом, дожидаясь, видимо, когда в больших кабинетах поставят подпись под важным финансовым документом, без которого эти аккуратно сложенные стопки камней так и останутся камнями, которых в этих местах наберется не на один монастырь. Субтитры создавал DimaTorzok